Работу, которую вы делаете, поверьте, конечно, будем смотреть и со своей стороны. Вчера у нас была в комиссии депутатское предложение по оснащению. Мы понимаем, что государство должно, но когда случается беда, то мы свое плечо подставляем. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, вам спасибо. Главное, чтобы вы пролежали, домой не спешили. Пока врачи не скажут, можете идти. Хорошо, выздоравливайте. Спасибо большое. На утро сегодняшнего дня всего у нас 32 пострадавших, из которых 17 детей и 15 взрослых. Все они находятся в лечебных учреждениях города, которые подчинены городу, клиникам медуниверситета и военный госпиталь. Сейчас мы находимся на территории нашей первой городской клинической больницы, в которой на сегодняшний день находятся 6 пострадавших. Один и Шатохин Сергей Николаевич, о котором мы говорили, пожарник, работник МЧС, в тяжелом состоянии, в реанимации. Делается все, что необходимо для оказания медицинской помощи. Остальные – это Глазкова Любовь Сергеевна, библиотекарь колледжа. Мы ее проведали. Она будет находиться здесь, продолжать дальнейшее лечение. Хочу отметить, что всеми лекарственными медицинскими препаратами полностью обеспечены. То есть, чтобы не было понятия, что три дня прошло и кто-то будет за свои средства. Сейчас, если необходим обмен с одного учреждения в это, в те учреждения, где находятся наши пациенты, будут доставляться препараты наше коммунальное предприятие «Одесса Фарм». То есть, в этом никаких проблем в дефиците лекарственных препаратов у нас не будет. Планируется несколько человек с первой больницы или на продолжение лечения, уже или амбулаторного, или на реабилитацию. Планируем еще поехать в детскую больницу посмотреть. Там находятся в основном детки. И из приятного на сию минуту, в третьей больнице было четверо пострадавших детей. Они уже сегодня все выписаны на амбулаторную. При этом дано поручение Департаменту здравоохранения. Все наши центры первичной медико-санитарной помощи, куда будут направлены пострадавшие, под особый контроль именно продолжения дальнейшего лечения. Также хочу сказать, что мы сегодня не говорим о размере материальной помощи, потому что однозначно материальная помощь будет выделена всем пострадавшим, независимостям, это жители города или жители других районов области. Сегодня здесь с нами присутствовали представители психологической службы МЧС, представители кадровой службы, они такую формальную процедуру соберут заявление, как это необходимо. И, конечно, очень тяжело выражаю от себя, от руководства города искренние соболезнования и родителям Ксении Бабенко, и семье, которая Бортник. Хочу пожелать только мужества и терпения. Необходимая помощь для оказания ритуальных услуг будет оказана. Бабенко вчера родители забрали в Килийский район, мы, понятно, предоставили транспорт. Вот такая ситуация на сию минуту. Все наши лечебные учреждения работают, вы можете в этом убедиться. Были здесь родственники некоторых пациентов, мы с ними пообщались. Никаких претензий, замечаний на лечебный процесс не было. У вас есть какие-то данные, кто на сегодняшний момент остается на стационаре? Ну вот на сегодняшний момент, как я сказала, с детской больницы четверо уже вышли их на амбулаторное лечение. Остальные сейчас решаем по первой больнице, здесь три человека, или они еще продолжат, сейчас медики с ними общаются, врачи. То есть по медицинским показаниям их уже можно выписать на амбулаторное лечение. Понятно, не на работу. То есть я сразу, что все больничные будут, и как или реабилитация, или амбулаторное лечение, все процедуры, которые необходимо будут дальше продолжаться.